Микс Ньюс Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы с Вадимом Родионовым опять случайно собрались по понедельникам в этом кабинете, в этой студии. Для начала хотим вас от души поздравить с завершением выборов. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы можете нам звонить и рассказывать, как вы пережили прошлую неделю. Ну вот мы начинаем с темы выборов, как я понимаю. Надеюсь, ненадолго. Давайте пройдемся по ключевым моментам этой предвыборной кампании. Политологи говорили о том, что она была наиболее агрессивна за последнее время, что было достаточно много жестких, даже запрещенных приемов. И вот после выборов уже некоторые политики, в частности, Валдис Затлерс, бывший президент Сейма, сказал, что латышский избиратель голосовал за всех, а русский голосовал по этническому принципу. То есть голосовал, соответственно, за русских. Вот что вы можете сказать о прошедших выборах, как врач-психиатр? Во-первых, у меня есть мысль. Был такой известный писатель Борхес, который говорил, что вся мировая литература сводится к четырем сюжетам. Один из них – это взятие укрепленного города, укрепости. Я думаю, тут только что у нас состоялась битва за Ригу. Такая наша местная маленькая Илиада. Такой наш маленький местный Сталинград. То есть удивительно, что обычные муниципальные выборы, обычно они приходят к такой ситуации, это выглядит как всё. Это мы бьемся за спасение человечества. С одной стороны, или Ригу захватят страшные националисты, или Ригу захватят кровавые путинские бандиты, или ещё кто-то. То есть во всех дискуссиях воры и жулики – это самые мягкие слова, которые можно отыскать. Ну, кстати, весь это получается по-броскому, что говорят, что все наместники – ворюги, но любой ворюга не лечим кровопийца. Ну, вот у нас обвиняют, по-моему, во всём. И ладно обвиняют, я понимаю, почему это делают политики. Я понимаю, почему это делают политики, потому что, мне кажется, это такой нормальный, обдуманный поступок, манипуляция своим электоратом, чтобы электорат видел, что ты отставишь именно его интересы. При этом надо закидать грязью конкурентов. Но то, что творится в социальных сетях, то, что это необычных простых людей, которые явно не планируют оказаться в Думе, но сражаются, и, по-моему, начинают переходить все грани в оскорблениях, в оскорблениях друг друга, в оскорблениях вражеских кандидатов. И это чему-то напоминает, все мы в своё время смотрели фильмы ужасов про оборотней. Вот наступила полночь, нормальный человек вдруг начал корчиться, покрылся шерстью, отрастил клыки и когти, куда-то помчался, кого-то сожрал. Потом проходит ночь, он приходит в себя, где-то он лежит. И он, кстати, ничего не помнит, в отличие от тех, кто пишет в социальных сетях. Голый, в царапинах, кровь на губах, и думаю, что же со мной произошло такое. И я думаю, сейчас происходит что-то очень похоже. Люди потихоньку придут в себя. Люди потихоньку, наверное, кто-то задаст вопрос, а что со мной было? Почему я так яростно воевал? Причём я уверен, что изрядная часть участников в баталиях при выборе того или иного мэра особо не почувствуют на своей шкуре. Особо не почувствуют на ущемлении своих интересов или ещё на чём-то. Люди, которые сейчас пишут, что я выписываюсь из Риги на ближайшие 4 года, я не думаю, что каждый день правления Ушакова для них просто ножом по сердцу и утраты чего-то. Это очень такая демонстрация своей принципиальной позиции. Здесь ведь можно вспомнить достаточно много разных примеров, потому что когда победил Трамп, многие говорили о том, что уедут из Америки, но не уехали. В том числе это относится и к голливудским звёздам. Потом можно вспомнить более приземлённые примеры. Это, например, в Латвии. Та же Ольга Раецкая обещала уехать в Австралию. Из-за политической ситуации тоже не уехала. То есть вопрос тут скорее риторический. Это некий такой выплеск эмоций, что я не согласен, я сделаю то-то и то-то. Ну, не факт, что человек это сделает. Вопрос риторики. Это будет повторяться регулярно каждый раз при выборах в Думу и при выборах в Сейм. Будет происходить снова и снова. Ну, неизбежно. Я просто думаю, ну, доколь же люди могут не замечать, насколько они являются объектом манипуляции. Но ведь человек, который является объектом манипуляции, никогда не признает, что он является объектом манипуляции. То есть главное, что он себе это признал. Неважное окружение. Человек для себя понял, что все эти агрессивные избирательные компании – это чисто воды манипуляции. Они призваны для того, чтобы выглядеть привлекательными в самих глазах избирателя и, естественно, всячески очернять своих конкурентов. Ну, это комфортное состояние, когда человек, допустим, занимает сторону, занимает позицию, принимает определенную риторику и идет на выборы, как на войну. Вспомните детство. Мы все играли в разные игры. Очень часто дети, спрашивая родителей, говорят, а он плохой или хороший? А он наш или плохой? Это разделение – наш, а второй обязательно не другой, а плохой. То есть, кто со мной, тот герой, кто не со мной, тот, соответственно, там можно добавлять разные нелицеприятные эпитеты. И мне кажется, что, заметьте, да, вы правильно заметили, что у нас в уменьшенном, конечно, масштабе происходит то же, что в Америке при выборах Трампа. Наверное, это как-то заразно или передается через интернет такой способ дискуссии, способ поведения, способ неприятия мнения большой части населения твоего города или твоей страны. Ну, еще раз, я хочу всех с этим поздравить, что оно кончилось, что можно успокоиться, можно перестать переживать о депутатах, которые на самом деле не так уж значимы для нашей жизни. И начать заниматься своими делами, своей жизнью и в конце концов перестать быть агрессивными, что полезно для здоровья в том числе. Ну, а если рассматривать выборы как некий шлюз, такую шлюзовую камеру, когда человек с помощью выборов выпускает свою агрессию в интернет, в риторику, в споры. И потом он уже следующие четыре года плюс-минус более-менее эмоционально спокойно существует до следующих выборов. Ну, вот есть фильм «Судная ночь». Вот помните голливудский фильм, где один день в году всем разрешают делать то, что они хотят. Ну, соответственно, можете убивать и так далее. Что же бы выплеснуть пар? Конечно, на выборах, слава богу, всё ограничивается оскорблениями в интернете и какой-то такой агрессивной риторикой. Но, тем не менее, вот эта возможность выпустить этот пар. Вот человек таким образом расслабляет. Есть такая безобидная возможность. Наверное, люди, которые хотят более острых ощущений, фанаты какой-нибудь футбольной команды, прошу прощения, и начинают драться стенка на стенку за любимую команду. Причём, опять же, как и здесь, в команде от этого ни жарко, ни холодно. Да, и к футболу это не имеет практически никакого отношения. Это вот «околофутбола» называется, вот все эти фермы и так далее. Значит, наши околовыборные баталии очень напоминают околовутбольные. Я думаю, на этом эту тему можно закончить. Ну, вот, кстати, один радиослушатель пишет, чтобы вот подытожить. Вот так и есть выборы, это период, когда хочется топнуть ногой, вставить руки в бойки и сказать что-то вроде «а я вообще не понимаю, чем они там все занимаются». Вот такое мнение. Ну, да, наверное, можно, если… Особенно хочешь, чтобы тебя увидели. Не просто сделать топлив, а чтобы окружающие увидели, что у тебя руки в бойки, что ты топнул ногой, что имеешь свою твёрдую позицию. То есть, это игра для масс, да? Это игра на зрителя, это театр такой. И для себя самого в том числе. Театр для себя тоже существует. Вот если говорить об образах, и об образах в том числе политических, да и вообще человеческих, вот образ «Снежной королевы». Образ недоступного человека или недоступной женщины, одновременно и притягательный, и отталкивающий. То есть, вот этот образ, он тоже ведь в политической истории используется? Образ «Снежной» в политической, наверное, вряд ли. Я думал, на «Снежную королеву» разве, чтобы был отдалённо похожий на господин Репша. Разве что. И то я думал, что в силу личностных особенностей, а не выстраивания определённого имиджа. Я вообще почему задумался о «Снежной королеве», я от своих пациенток неоднократно слышал. Меня в детстве так и называли «Снежная королева». Меня там в школе или мои поклонники называли «Снежная королева». И, в общем-то, судя по реакции самих девушек, это для них очень привлекательный образ. По крайней мере, так кажется. Это образ такой недостижимый. А то, что недостижимый, того очень хочется. Он не просто недостижимый. Я не поленился перечитать сказку Андерсена. Каким образом мелькает «Снежная королева» в сказке Андерсена? Давайте вспомним вкратце. Бабушка мальчика Кая говорит, что «Снежная королева» носит на черных тучах и иногда похищает детей. И мальчик, если она к нам явится, я посажу ее на печку, и она растает. Тут она показалась за окном, он испугался, она исчезла. Мальчик Кукаев в глаза, в сердце попал осколок из-за льда. Нет, не из-за льда, волшебного зеркала разбито. Волшебного зеркала. Волшебное зеркало, в котором все казалось искаженным и отвратительным. После этого ему все тоже стало казаться плохим. Он все критиковал, стал холодным, высокомерным, злым и так далее. И потом он стал обижать свою подружку Герту, всех вокруг. И на какой-то празднике он призвязал свои санки к большим саням какого-то седока, поехал за ним, а седок оказался снежной королевой. Он не смог от них отцепиться. Снежная королева взяла его на руки, оказалась потрясающе прекрасной. Это холодный-холодный облик. Завернула его в шубу и возила к себе. И Гертл отправляется его спасать. Что происходит в покоях снежной королевы? Вовсе этой кай непонятно зачем нужен. Это роскошная, красивая покоя. Там блестит лед всюду. Холод. А снежная королева получается складывать изо льда слово вечность и куда-то исчезает по своим делам. Приходит девушка Герда, позволяет его оттуда, растворяет по-моему слезами этот осколок, который в нем сидит. Ну, то есть, все заканчивается хорошо, как мы думаем. И вот давайте подумаем. Если мы этот образ... Образ, кстати, он откуда-то берется из глубин скандинавской мифологии. С кем-то холодная страна. Холодные места. И там все холодно. Вот у них была дева льда, ее называли. Снежная дева и так далее. И может, ее и отличала холодная красота, одиночество. Иногда она похищала души людей и тому подобные вещи. То есть, это образ несчастный, по большому счету. Ну, вот для меня лично первая ассоциация с этим образом – это холод и одиночество. То, что в ней видно и то, что в ней чувствуется. И давайте для начала поразмыслим на тему. Уж если реальные живые женщины в восторге от этого образа и с удовольствием, конечно, их такими называли, давайте подумаем, исходя из этого образа, о ком мы говорим. Примерим, пропустим все наши психиатрические воззрения, психологические. Во-первых, холод, одиночество и полное отсутствие потребности в контакте с кем-то. Женщина, которая носится на черном облаке, которая иногда появляется среди людей, заглядывает в окна, ищет все, остается холодным наблюдателем. Холодным-холодным наблюдателем сам по себе, живущим в холодном доме. Первое, приходит мне на ум это, естественно, выражение шизоидной личности. Абсолютно замкнутая, абсолютно погруженная в свои интересы, абсолютно не понимающая вообще, что такое близость с другими людьми. И мне кажется, у женщины, которые говорят о том, что они снежные королевы, наверное, стало бы задуматься, почему им кажется привлекательным образ холодного одиночества. Все, что в нем может звучать хорошо, это то, что эта блистающая холодная красота со стороны невероятно привлекательна. Но этот образ привлекателен именно с расстояния, потому что при ближайшем рассмотрении он достаточно тяжело воспринимается. То есть, этот образ может быть привлекательным для людей с определенного ракурса и определенной дистанции? Наверное, к этому еще вернемся. Образ чисто внешне и эстетически, конечно, может быть привлекательным. Точно так же, как может быть привлекательна статуя из-за льда высечена. Есть фестиваль ледовых скульптур. Эта страна очень красивая, но никому не хочется заключать в объятия обычно. А вот почему человеку может хотеться отношения с таким холодным образом, может тянуть к нему. Вот это отдельная история, к ней мы еще вернемся. Вот вопрос из-за видеочата. Возвращаясь к теме выборов, о какому сказочному персонажу соответствует типаж предвыборного политика? И тут, кстати, есть варианты ответа. Ответа Кот Базилио, который после выборов эволюционирует сеньора Мандарина или Апельсина. Вот такой вариант предложил наш радиослужник. Я думаю, что каждый политик выбирает себе разное. Во-первых, чаще всего политик – это тот самый волшебник, который прилетит в голубом вертолете и придет 500 эскимоль, что-то в этом духе. Но не прилетит и не привезет. Да. Был же господин Зигерест, раздававший бананы на заре нашей демократии. Я думаю, что это похоже. То есть, одна часть политика – это добрый волшебник, который раздаст всем сладости, решит всяческие проблемы. А другая часть ждет не просто злого, доброго волшебника, а еще и строгого волшебника, который накажет всех. Он накажет воров, он накажет негодяев, он накажет всех, кто с нами другого мнения. И такой носитель судьбы в какой-то степени. Но его можно сравнить с Гудвином? Потому что Гудвин, по большому счету, волшебником не был, как мы знаем, но он, тем не менее, мотивировал. То есть, лев, который хотел стать бесстрашным, страшилок, который хотел стать умным, железный дровосек, который хотел получить сердце. То есть, они в это верили, они шли к Гудвину, и Гудвин, в общем-то, смог и стать для них таким определенного рода стимулом. То есть, они пришли и поняли, что все это у них есть. Ну, принципиальная разница, что мы сегодня все о сказках говорим, принципиальная разница в том, что Гудвин, похоже, не искал никакой своей корысти. Ему не хотелось корысти. Он вообще случайно попал в изумрудную герой. И случайно туда попал он, попытался решать различные проблемы жителей. И только появилась возможность воздушный шар, или что там было, он с удовольствием улетел оттуда. Поэтому, я думаю, Гудвин бескорыстный образ, что для политика, мне кажется, редкость. Прервемся сейчас на новости рекламы, потом вернемся и продолжим. Это программа «Диагноз недели». Оставайтесь с нами. Микс Ньюз. На одной волне с городом. Радио. Болтком. Мы продолжаем. Это программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов. Звукорежиссер Родион Золотарев. Мы в прошлой части нашей программы частично говорили о выборах, потом перешли к образу «Снежный королев» и вообще к образу из сказок, которая, как выясняется, очень можно сопоставить с нашими реальными политиками, да и просто с людьми, которых мы в жизни знаем. Потому что сказочные образы, они ведь тоже списаны в какой-то степени с людей или с каких-то общественных институтов, которые существовали в древности. Возвращаясь к «Снежной королеве». Одна из мыслей, которую я посетил, что женщины, которые хвастаются или гордятся тем, что она «Снежной королевой», люди с тем же ощущением холода и одиночества внутри. Это один из вариантов. Второй вариант. Что такое «Снежная королева»? Человек, который даже не приблизишься. Холод тебя оттолкнет. Оттолкивает, да. Кстати, в сказке, когда «Снежная королева» везет Каев в своих санях к себе, она его поцеловала в лоб и его пронзила холодом. Говорит, больше я не буду тебя целовать, а то умрешь. Это холодная, убивающая женственность. Но есть люди, которые на самом деле вовсе не так уж холодны. Как хотят, чтобы их образ соответствовал этому? Есть люди, которые на самом деле настолько встревожны и неуверены в себе. В данном случае, говорим, а женщины, хотя бы такие мужчины, которые принимают этот защитный вид «Снежной королевы». Их настолько пугает близость с кем-то, что кто-то, кто к ним приблизится и узнает их получше, почувствует их незащищенность. И хотя человек, чувствующий незащищенность, все может полюбить, согреть, поддержать и так далее. А для них это увидит мое слабое место, мне причинят боль, смеяться, используют мои слабые места, чтобы манипулировать. Поэтому лучше выглядеть холодной и неприступной. Но это ведь очень часто, или, по крайней мере, часто, может быть, безочень, когда видишь надменного человека, тебе кажется, он холоден, он отталкивающий. А если ты вдруг как-то начинаешь с ним общаться, ты понимаешь, что это защитная реакция. Что вот эта надменность, эта отстраненность, это даже в какой-то степени кажется, что он смотрит на тебя свысока, а потом выясняется, что это, в общем-то, он просто защищается. Потому что он не знает тебя, и он боится, что ты сделаешь ему больно. А иногда это высокомерие, то, как его поведение трактуешь ты. То есть он просто боится что-то сказать, просто смотрит, и особо не приближается. А тебе, конечно, он высокомерен и отторгает тебя. Хотя все это выглядит на своем варианте совершенно по-другому. Так вот, наверное, оба вида. Или это шизоидная холодность и отстраненность, и полная погруженность в себя. Или это человек тревожный и всего боящийся, который надевает все эти холодные доспехи, чтобы выглядеть пострашнее, но в то же время привлекательно. То есть восхищайтесь, но не приближайтесь близко. А то вдруг вы узнаете, что я совсем не такая безупречная, сверкающая красавица. Вот, кстати, взаимоотношения с холодом в русских сказках, в частности, ведь это достаточно такой популярный прием. Я вот тут вспомнил еще одну историю сказки «Морозка». Вот когда Машенька пришла туда, к Деду Морозу, и Дед Мороз провел над ней, на мой взгляд, совершенно циничное издевательство, когда он ходил кругом и спрашивал, холодно ли тебе девица. Девица стеснялась сказать, что и холодно, и он все понижал, и понижал градус, пока она там не посинела уже. То есть, вот это получается, что некая такая, вот это, почему нельзя, собственно, было сказать, что дедушка мне холодно? Потому что дедушка сразу тогда, вот, и падчерица, значит, и сводной сестре Машеньке, которая сказала сразу, ах ты вот такая невоспитанная, и так далее. То есть, вот этот вот образ холода, отношения с холодом, вот, и вот тот эпизод, который я описал, ведь это тоже получается определенный психотип, вот эту Машеньку, ее замораживали постепенно. Я думаю, что в том случае с Машенькой происходит что? В те времена, которых многие, возможно, жалеют, одним из достоинств, в жизни считалась кротость. Кротость, незлобивость, и так далее. Кстати, в сказке у Андерсона пишут, что, глядя в прекрасные глаза королевы, никто не мог найти там ни любви, ни кротости. То есть, кротость была обязательным достоинством. Там Дедушка Мороз тоже всех тестировал на кротость. И Машу за кротость он премировал различными шубой и всякими драгоценностями, а ее сводные сестре достались совершенно другие награды. То есть, честность никого не волновала в данной ситуации? Ну, это что-то не о честности, а речь, пожалуйста, еще о той форме, в которой претензии были высказаны к Деду Морозу. Ну, да, холод вообще нигде ни с чем хорошим не ассоциируется. В той же скандинавской мифологии страна, где живут эти ледовые великаны, тоже ничем хорошим не славилась. С ними вечно боролись скандинавские боги. Но холод – это сила, вот холод ассоциируется с силой в образе снежной королевы. То это сильная женщина, это бизнес-леди, это эффективный менеджер. Да, она пожертвовала каким-то человеческим отношением, но она смогла построить свою империю. То есть, если попытаться перебросить этот образ на современную реальность, вот начальник холодный, жесткий, принципиальный, или там вот может быть, чересчур жестокий даже. Мне кажется, уж точно не эффективный менеджер. Эффективный менеджер умеет распоряжаться людскими ресурсами в том числе. А ей вообще чужды всяческие отношения. Вот заметьте, она похитила именно мальчика Кая. Не взрослого мужчину, некрасивого молодого парня, на протяжении тела мальчика. И в общем она с ним не знает, что делать. Все, что описывается, он холодный и одинокий, она холодный и одинокий. Ей надо чем-то его занять. Выкладывает слово вечность. Что-то имеется в виду вечность, та самая, которую ему предстоит провести во дворце Снежной Королевы. Холодная, одинокая вечность. Я думаю, что она не менеджер, она вообще существует другого мира. Но существо не для людей. И кстати, заметьте, что Кай пока ему не попало это осколки этого зеркала в сердце, сделавшего черствым, холодным, высокомерным, он в общем-то ей не поддался. Когда она заглянула в окно, он испугался и убежал. А вот позже, когда они встретились на площади, оказалось, что ему с ней хорошо. И вот, наверное, люди, которых тянет к таким снежным королевам, где-то у них сидит осколок. У них сидит осколок, который искажает полностью их восприятие окружающего мира. Они тянутся не к любви и теплу, а к холоду и одинокой красоте. Они тянутся не к пониманию, а к той ситуации, просто люди находятся рядом, друг с другом, но вовсе-то не знают, что друг с другом делать. Как, кстати, выглядят многие браки, к сожалению. Ну, это можно назвать некой патологией, которая нуждается в лечении? Или, в принципе, это в пределах нормы просто особенность характера, темперамента и так далее? в лечении в лечении обычно нуждается не патология, а человек. Ну, патология устраняется или не устраняется, да? Человек хочет лечиться, когда то, что с ним происходит, его не устраивает. Когда то, что с ним происходит, ему каждому это больно, плохо, одиноко и так далее. Есть, кстати, холодные, замкнутые, одинокие люди. Есть люди, которые этого плохо и они, возможно, пытаются обратиться куда-то за помощью, а есть люди, которые это вполне устраивает. Кто ему такие, что у них человек говорит, ты одинокий, тебе холодно и плохо, приходи полечиться. Я думаю, что если речь не идет о ситуации, которая действительно угрожает человеку окружающего, никто не может вмешиваться. Но, я думаю, жизнь с нежной королевы, у сказочной снежной королевы было одно преимущество. Как любой сказочный персонаж, она была вечно. Она была бессмертна, она жила на севере в этих своих холодных, ледяных. И она не старела. И она не старела, да. А вот женщина, которая хочет быть одинокой снежной королевой, забывает, что даже при выдающейся внешности, она не будет всю жизнь прекрасной, холодной и одинокой. Она не будет всю жизнь холодной, одинокой красавицей. Рано или поздно станет одинокой старушкой. И вопрос, будет ли она той старушкой, для которой холод и одиночество естественны и комфортны, или это будет на человек, который есть потребности в тепле и в близости, но просто уже это невозможно отыскать. Вот в этом проблема. Человек, который предпочитает холод и одиночество, он осознает, скажем, свою внешность и важно ли для него, что ты, например, будучи там красивой женщиной, живешь в состоянии холода и одиночества, или в принципе для нее не важно, там, сегодня молодая, красивая, или уже женщина в возрасте и, соответственно, с увядшей красотой. Вот этот фактор, он играет роль для этого человека, то есть быть красивой, холодной и одинокой, или быть, скажем, некрасивой, холодной и одинокой. Есть на свете люди, в том числе и очень красивые женщины, или очень красивые мужчины, для которых отношения, любовь заключается в том, что надо быть предметом обожания. Это нарциссизм, получается, в какой-то степени. Да, и этого ему вполне достаточно. Надо быть предметом обожания. Любуйтесь мной, будьте счастливы тем, что вы допущены до меня, будьте счастливы, что я позволяю рядом со мной находиться. Это был такой, сегодня день цитат. Был фильм с Челентано Блеф. Там была такая красивая преступница, очень яркой наружности, и она говорит Челентано, говорит, что это я получу? Она говорит, ты получишь тысячу франков или марок и возможность быть возле меня. И говорит, как будто не сомневается в том, что это высшая награда, быть возле нее. Допущено к телу. На что Челентано отвечает, я предпочитаю 10 тысяч быть подальше от тебя. Реакция здорового человека. Так вот, мне кажется, что есть такая тенденция у некоторых людей быть предметом обожания якобы вполне достаточно для счастья. Но понятно, что тот, кто бесконечно обожает, ничего не получая взамен, это или человек мазохического склада, который готов постоянно быть в роли безмолвного и униженного обожателя. То есть, такое рабство добровольное. Да. Но быть счастливым рядом с покорным рабом, который ничего из себя не представляет, ничего не просим взамен, наверное, как-то сложно. Или рано или поздно любой человек устает стучаться в закрытые двери и уходит. Потому что все время добиваться любви там, где в принципе невозможно добиться. И как положено отношение с нарциссом, сколько ты души всего не вкладывая в эти отношения, это будет вся приниматься как должное и недостаточное. Но я все-таки хочу понять, вот человек, который соответствует образу Снежной Королевы, он все-таки ищет в этом обожание, ищет какого-то тепла. То есть, для него важно, что есть люди, которые ему поклоняются, которые его обожают, которые, не знаю, живут им. То есть, вот это дает ему какое-то... Все равно ему это нравится, как нарциссу, как... Он чувствует что-то вот какое-то... Он стремится к этому теплу? Нарцисс... Человеческому. Нарцисс не выбирает быть нарциссом, как мы знаем. Почему он такой складывается, это отдельная история. Женщина, которая нравится быть Снежной Королевой, она мечтает таковой быть. тоже это... Вряд ли это осознанный выбор. Вот этот образ, я примерю его к себе, и он меня сделает счастливой. Вряд ли. Это или изначальное отсутствие способности, как у жесуидных личностей, очень сниженная способность к теплу, к душевной близости. То есть, это то, что не было сформировано в детстве? Да, да. Это некая предельная интровертность. Такая. Хотя, как же, во всем этом есть и некоторые оттенки демонстратива всех блистающих красотах. Или, наверное, как мы уже говорили, это выбор костюма Снежной Королевы, образа Снежной Королевой, как выбор защитного, защитного доспеха, в котором я привлекательна, но совершенно не рискую своими чувствами вступая в какие-то отношения. Или, вот, как с мальчиком Каем, которого это отношение двух замкнутых личностей, не способных на теплую любовь. Один вечно играет с кусочками льда, второе путешествует. Хотя мальчик Каем еще, по-моему, а, он в сказках он еще и был очень, стал невероятно рациональным. Он полюбил математику, он полюбил математические какие-то головоломки и тому подобные вещи. То есть, это люди, у которых эмоциональная сфера куда-то полностью исчезает. Но, тем не менее, ведь в сказке Андерсона можно разглядеть, как мне кажется, это элемент, что Снежная Королева, похищая Кая, она как раз таки пытается вот это свое атрофированное желание как-то быть человеком, она пытается таким образом его как-то реализовать. Зачем ей нужен Кай, как мы уже говорили? Ответа нет. Соответственно, возможно, она в нем ищет некую родственную душу, потому что она же могла его убить поцелуем, но тоже говорит, я не убью тебя, потому что умрешь. Я не буду целовать больше, потому что умрешь. То есть у нее есть некий какой-то элемент заботы даже присутствует в этом. Это то, о чем я уже говорил. Она его похищает, но зачем непонятно. Точно так же есть, увы, люди, вступающие в отношения, а зачем непонятно. Ну, кто-то же должен быть. Кто-то же должен рядом со мной быть. И, кстати, она похищает мальчика, у него есть еще и полнейшая асексуальность. То есть вся ее красота вроде привлекает, но она холодна и асексуальна. Ей не нужен мужчина, ей не нужен партнер. Но она ищет человека. Она ищет родственную душу. Не знаю. Там ведь из описания ее времяпровождения с Каем восьмой дворце может, он взял маленькую копию себя и решил чем-то ее занять. Мы не будем трактовать этот образ примитивно и приписывать Снежной Королеве педофильские наклонности из-за похищения детей. Но, наверное, даже очень одиноким людям кто-то рядом нужен. Хотя они не всегда понимают зачем. Есть такие люди, которые усыновляют детей и их хватает каких-то материальных возможностей и так далее, но они усыновляют, потому что надо же иметь ребенка. Наверное, может, моя жизнь волшебно изменится. Но появляется ребенок, а любить его они не могут. Они не знают, что с ним делать. Он для них странное вторжение в их привычный мир, от которого совершенно некомфортно. Его можно держать в комнате, загрузив игрушками, его можно занять разными гаджетами. Что с ним делать? Главное, чтобы не мешал. Да, чтобы был, но не мешал. Но, тем не менее, на ваш взгляд, насколько много таких людей, насколько часто вы, например, встречаетесь с ними в своей практике. То есть, это такой массовый образ и массовое явление в человеческой психике? Образ холодной королевы, снежной королевы. Думаю, что это не массовый образ. Я думаю, что мы сегодня перечислили причины, что людей тянет к этому образу, тянет к тому, чтобы стать этим образом. Но холодная, да, королевы и, возможно, многим просто очень хочется быть. Из-за них холод и недоступность уже превращают женщину в королеву. А это неправда. Становится королевы только в собственном сознании. У нее даже подданных нет. Но ведь все-таки образ недоступной девушки. Мы можем взять, например, который будоражит умы подростков. Это какая-то девочка, которая очень красивая и очень недоступная. И вот этот образ недоступности, он ведь тоже свойственен снежной королеве, и он привлекает мужчин на определенном. Свойственен? Но все-таки мужчин привлекает образ, когда эта недоступность преодолена, и героя ждет награда в виде любви, тепла и так далее. Когда недоступность преодолеть в принципе невозможно, это перестает быть интересным. То есть это становится бесперспективным? Это может быть хорошим поводом для каких-нибудь фантазий и грез об этой женщине, но сближение и реальность дает еще тот самый холод, одиночество и полнейшую неспособность ощутить тепло друг друга. На чем все и заканчивается. Ну что ж, на этом мы сегодня заканчиваем нашу программу. Это программа «Диагноз недели». Встретимся в следующий понедельник. В студии работали врач-психиатр Резник Мартов. Меня зовут Вадим Родионов. Помогал нам звукорежиссер Родион Золотарев. Всего доброго. До свидания. До свидания.